Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Погода в Западной Армении резко похолодала. Сергей Лавров посетит Армению с официальным визитом 10-11 ноября. Официальное открытие детского сада в селе Куликан-Джавахка. Все курдские боевики покинули 30-километровую зону на севере Сирии. Музей Туманяна публикует произведение автора на западноармянском. Хачкар 9-10 веков был обнаружен возле Акны. Холодная погода усилилась после снегопада в различных частях Западной Армении. Согласно последним оценкам метеорологов, погода во всем регионе будет ясной и в ночные и утренние часы ожидается туман. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в ночное время в Ардагане 17 градусов, ниже нуля. В Карине РННК минус 5 градусов. В Карте столбик термометра опустился до минус 6-7 градусов, ниже нуля. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит 10-11 ноября Армению с официальным визитом. Сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Программы пребывания российского министра предусмотрены встречи с премьер-министром Армении и президентом, переговоры с министром иностранных дел, а также возложение ВНК к вечному огню на мемориальном комплексе памяти жертв иноцида армян. А сказала она, передает ТАСС. Захарова добавила, что в ходе приговоров министры иностранных дел обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Советы Европы, ОЧС и других международных форумах. 8 ноября в селе Куликамо-Халкиалакского муниципалитета Джавахка состоялось официальное открытие детского сада, которое действовало с сентября текущего года. Во время открытия собралось много людей, как из села Куликамо, так и из соседних сел. На открытии присутствовали депутат парламента Энзел Макуян, мэр города Халкиалаки Юрик Унанян, заместитель мэра Халкиалаки Армен Марангузян, председатель Сакребулу Найри Иритян, представитель губернии и другие должностные лица. Строительство детского сада в селе Куликамо продлилось 4 года. С 9 сентября 2019 года садик села начал официально работать. В новопостроенном здании созданы все необходимые условия для нормального дошкольного учреждения, от мебели до игрушек. В детский сад ходит около 50 детей дошкольного возраста. Главнокомандующий проамериканской коалиции демократические силы Сирии Мазлум Абди объявил, что все курдские боевики покинули 30-километровую зону на севере Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями. В большом интервью информационному агентству Реназа лидер курдских боевиков заявил, что СДС будет настаивать на своих прежних условиях в ходе переговоров с Дамаском. По словам Абди, проблем в военном отношении нет и силы СДС уже покинули район проведения турецкой военной операции «Источник мира». Между тем, турецкая сторона регулярно сообщает о нападении курдских боевиков. Абди же утверждает, что эти нападения совершают люди и никак не связаны ни с СДС, ни с курдскими отрядами самообороны. По случаю 150-летия Уванеса Туманяна и Ливона Шанта музей Туманяна опубликовал книгу с западноармянскими переводами детских произведений Туманяна. Презентация состоялась 8 ноября в музее Уванеса Туманяна. Как сообщает Арменпресс, перевод на западноармянский язык был осуществлен Ливоном Шантом, чтобы сделать мир Туманяна более узнаваемым и понятным для армянских детей Константинополя. Книга, которая содержит стихи, баллады, легенды и рассказы Уванеса Туманяна, проиллюстрирована армянскими детьми, живущими за границей при поддержке детей из Армении. Финансовую помощь для публикации оказала Армена Крапетян. Музей вручил ей памятную медаль Уванеса Туманяна 150. Артур Акапян, житель Норагиу, обнаружил хачкар во время обработки земли возле Акне. В беседе с корреспондентом Арцахпресс Армена Айрапетян, директор государственной службы охраны исторической среды ГНКО, рассказала, что аскеранские сотрудники осмотрели хачкар. По словам Гамлета Петросяна, руководителя Арцахской археологической экспедиции при Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения, хачкар датируется IX-X веками, рассказала Айрапетян. По ее словам, в прошлом году в этом же районе были обнаружены один хачкар и керамические изделия. Два найденных хачкара все еще находятся на том же месте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Синеж. 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 Оставайтесь с миром.